Скотт, еще вопрос, еще вопрос от моего зрителя, и я думаю, окей, вот вопрос, может ли Китай воспользоваться моментом, когда Соединенные Штаты полностью заняты проблемами, по уши заняты украинским конфликтом, а теперь еще и израильский конфликт, и Китай пользуется моментом, блокирует Тайвань своим флотом, и делает Тайваню предложение, от которого тот не может отказаться. Возможно ли это? Это не мой вопрос, это вопрос от зрителя. Я просто передал его буквально, слово в слово. Ну что ж, возможно ли это? Да все возможно. А вероятно ли? Нет. Китай в быстрые игры не играет. Китай не сидит и не наблюдает, как нам использовать ту, другую ситуацию. Так делают Америка и Запад. Мы не мыслим далеко. Так работает наша экономика. Кратковременные инвестиции. А будет ли прибыль за эти три месяца? Каковы кратковременные экономические перспективы? Что сделать, чтобы эти три месяца были удачными? Китай думает иначе. Что нужно, чтобы этот век стал хорошим веком? Они мыслят надолго. И мыслят масштабно. У них стратегия, которая работает сейчас. Инициатива поясов и путей доминирует в мировой экономике. Они создают своего рода рыночные зависимости, которых хочет Китай от остального мира. Укрепление цепей поставок и их расширение. Этого хочет Китай. С чего бы Китаю от этого отказываться? Ради кратковременной игры? Во-первых, что с этого выйдет? Дать Тайваню. Мы сделаем им предложение, от которого они не смогут отказаться. Это из крестного отца. Это нереальность. Китай так не работает. Чего ждет Китай? Это выборы, которые будут в начале следующего года. На которых оппозиционные партии с большой вероятностью одержат победу на выборах против нынешней правящей партии. И те партии, открытые к диалогу с Китаем, в перспективе, как им двигаться навстречу друг другу, улучшая отношения между Тайванем и Китаем. Китай хочет этого. С чего им это спускать в трубу? У них стратегическое преимущество, которое они используют в ближайшем будущем. И они от этого откажутся, чтобы потешить себя? Китайцы не кайфуют от игры своими военными мышцами. Это американский стиль. Это мы кайфуем, сняв рубашку перед зеркалом. О, смотри на мои бицепсы, смотри на мои трицепсы. Дай-ка я напрягу пару наций, чтобы еще их нарастить. А как смотрится шейная мышца? Это Америка. Угу. Китай так не работает. Они, откинувшись в кресле, попивают чай и говорят, «Ага, все движется хорошо. Не будем мешать, путь движется хорошо». И я думаю так. Я не думаю, что Китай пустит псу под хвост все, что он достиг. Ибо война с Тайванем — это все псу под хвост. Война, от которой Китай ничего не получит. Это уничтожит Тайвань. Вы думаете, Китай хочет получить разрушенный Тайвань? Или думаете, Тайвань хочет быть разрушен? Тайваньцы смотрят на Украину и говорят, «Мы этого не хотим». Мы не хотим такого для себя. А Китай, глядя на это, думает, во сколько это обойдется России. Вы знаете, это России дорого обходится. И знаете, что будет обходиться дорого. Я не к тому, что России не следовало это делать. Но поймите, это будет стоить России огромных расходов, когда война окончится. И Россия будет нести расходы за этот конфликт долгое-долгое время. Это будет бременем для вашей экономики. Вы справитесь, и вы станете сильнее. Но легко и дешево это не будет. И Китай, глядя на это, говорит, «Мы этого тоже не хотим». Чего мы хотим, это последовательная, безболезненная интеграция Тайваня и Китая. Мы будем добиваться этого созданием политической динамики, которая бы помогла тайваньцам понять, что для них намного лучше работать в системе, они, кажется, они это называют, две системы, одно правительство. Но смысл вот в чем. Китай пытается сказать тайваньцам, «Ребята, вставайте под наш зонтик, и на завтра для вас ничего не поменяется». Ничего, ходите на работу, открывайте компьютер, работайте, идите в кино, идите с девушкой в ресторан, гуляйте с собакой, живите как жили, ничего не изменится. Мы не хотим вас менять. Мы хотим, чтобы вы стали частью нас, так должно быть. Таков подход Китая. Это не американцы, которые приходят и сносят все, и наслаждаются крутизной. И ситуация с Тайванем для Китая далека от экзистенциальной угрозы, которую представляла Украина для России. Напомню, Россия вывернулась наизнанку, чтобы избежать этой войны. Россия вывернулась наизнанку, чтобы избежать войны. Владимир Путин сделал все, что в человеческих силах, чтобы избежать этот конфликт. И все произошло, когда у России не осталось выбора, ни единого. И все началось. Россия не хотела этого. Россия пыталась остановить войну переговорами, даже когда она началась. Это Украина, совершая самоубийство, сделала все, чтобы продолжалась война. И да, когда я говорю, что Россия это встанет в ужасную цену, я не критикую русское правительство. Я не говорю, стыдитесь содеянного. Я говорю, что действия имеют последствия. И когда тебя зажали в угол и не оставили тебе выбора, кроме как отвечать очень жестко, правда на твоей стороне, но будут последствия. И России придется оплачивать издержки этого решения. И я убежден, Россия готова к этим издержкам. Китай, глядя на Тайвань, говорит, нам до этого далеко. У нас еще полно вариантов решить все проблемы без войны. Они, глядя на это, не впадают в раж. О, О, Америка напряглась, послала два авианосца в Средиземное море. Это на два меньше, чем стоит у Тайваня. Давайте долбанем. Самое время понеслась. Сделаем тайваньцам предложение, от которого они не смогут отказаться. Конскую башку положим им в койку. Чтобы они орали, когда проснутся. Мы смотрели «Крестного отца». Но нет, китайцы так не работают. Это не их стиль. Они скорее устроят чайную церемонию. А потом пригласят в Тайвань попить чайку. Именно так. Они не подкладывают головы мертвых лошадей. Добрый вечер, дорогие друзья. Семиминутная часть, оставшаяся от предыдущего интервью со Скоттом, это все, что мне удалось сделать за истекшую неделю. Мало того, что мне создали все условия, чтобы я не успел ее перевести и озвучить в прошлое воскресенье, представить вашему вниманию. Собственно, это еще и все, что мне удалось сделать за неделю. Мне благополучно сорвали очередное интервью. Мне сорвали стрим с Кевином Полом Микелицы. Мне сорвали стрим с Гарланом Никсоном. Потому что я элементарно не имел возможности выйти в эфир в нужное время. Что происходит для тех, кто не знает, не смотрел два моих предыдущих выпуска, в которых я в конце также объясняю ситуацию. Значит, на меня на работе буквально в течение последних трех недель объявлена настоящая травля. С целью уволить меня. Мне уже там говорили открыто, вот бог, вот порог, прощаемся. Мне говорили, вы нам здесь не нужны с вашим каналом. Дело в том, что мой непосредственный начальник, бывший, который с еще одним начальником этим всем занялись, они исповедуют иные политические взгляды, скажем так, нежели диаметрально противоположные. Вот. Вся ирония в том, что 30 сентября, 30 сентября датирована благодарность за многолетний и добросовестный труд и в связи с 50-летием. Я пока не буду показывать эту благодарность, потому что на ней отчетливо видно название моего учреждения и фамилию подписавшего его, значит, ее, эту благодарность. Я пока не называю этих фамилий по причинам просто несвоевременности. И, значит, после благодарности буквально все это началось. Началось это все на заседании предколлегии издательства, где я работаю, и потом в личной беседе, и буквально в четверг. Мне позвонили из отдела кадров и сказали, что нужно зайти и расписаться в ознакомлении с документом. Это докладная. Это пока не приказ об увольнении. Это докладная, написанная на меня бывшим непосредственным начальником. С визой директора прошу взять объяснительную. Собственно, здесь, на этом листе перечислены мои смертные и безобразные грехи и непотребства. Вот. Пасквиль чистейшей воды. Я составил большое детализированное объяснение. Собственно, оно будет рассмотрено на дирекции, которая состоится в понедельник утром. Что там будет, не знаю, но я написал в конце этого объяснение, что все происходящее, все эти обвинения считаю банальной травлей по политическим причинам, имеющей целью увольнения меня из нашего учреждения. Вот. Задавали еще вопросы вы, друзья, некоторые, кто не смотрел предыдущие выпуски, почему я работаю именно из своего кабинета, почему не работаю из дома. Просто из дома у меня нет условий работать. Элементарно. Когда-то, 23 года назад, или 24, 24, по-моему, все-таки будет. Моей жене университет, где она начинала работать, предоставил комнату в общежитии студенческом. Вот. Поскольку жить тогда нам, сравнительно молодой семье, было негде. Вот. Через 10 лет, когда нашему сыну было 3 года, нам дали еще одну комнату, две комнаты общей площадью 28,6 квадратных метра без кухни с санузлом, маленькая двухкомнатная секция. Там 4-метровая такая прихожка есть, собственно, с... и, в общем-то, все. То есть часть комнаты у нас как бы отведена под кухню. Простите за такие подробности, но это жизнь. Извините меня. Вы спрашиваете, я отвечаю. Работать мне там возможности нет. Кроме всего прочего, там отвратительная связь. Университет. Семейным, кто там проживает. В общем, не обязан обеспечивать связь хорошую. Мобильная связь там работает плохо. Но самое главное, то есть вопрос решиться связью было бы можно, а там просто нам вчетвером невозможно разместиться еще и с моим вот этим всем оборудованием, которое у меня занимает довольно большой рабочий стол в моем рабочем кабинете. В общем, вот так. Словом, все продолжается. Чем это все кончится, естественно, невозможно предполагать. Будем смотреть. В общем, что вспомню, еще вам скажу или спрашивайте в комментариях, за которые вам огромное, громаднейшее спасибо, потому что я огромную поддержку получаю от ваших замечательных слов, которые вы мне пишете. Предлагаете помощь. Я не знаю, как я могу ею воспользоваться, потому что плохо себе представляю, как вы можете мне помочь. Ну, разве только донести ситуацию до Владимира Владимировича или Ранзана Ахматовича, и они изъявят желание лично в моей судьбе поучаствовать. Шучу, конечно. Некоторые из вас предложили мне приехать в Москву и предложили буквально оплачивать мне там квартиру и рабочее место. Друзья мои, две вещи. Я один, естественно, поехать не могу. Я должен помогать семье и физически, собственно, на месте помогать. Потом я, к сожалению, плохо себе представляю, как я могу переложить такое бремя на плечи кого-то из вас. Я не привык так делать, так работать. Огромное вам спасибо за это предложение. Но я плохо себе представляю, как я могу им воспользоваться. Огромное спасибо тем вам, кто откликнулся и оказал посильную финансовую помощь мне. Она сейчас мне, естественно, ни в коем случае, ни в коей мере не лишняя, поскольку неизвестно, сколько я еще смогу работать здесь и получать зарплату. Ну и, кроме всего прочего, весьма не исключен тот вариант, если мне придется перевести всю эту дискуссию в правовое поле. Там потребуется значительно больше, чем я здесь зарабатываю. Поэтому за помощь вам огромное спасибо. Ну и тем из вас, кто смотрит сейчас, если есть желание и есть возможность оказать мне такую помощь, номера банковских карт и ссылка на Donation Alerts указана в описании к этому выпуску. И еще раз, друзья, огромное вам спасибо за помощь. Если вам нравится то, что я пока еще делаю, и, надеюсь, буду делать, все-таки найду возможность, то подписывайтесь, если еще не подписаны. Я прошу всех обязательно подписаться. Вот прямо прошу. На все каналы, указанные в описании к этому выпуску и ко всем остальным выпускам, это Дзен, Телеграм, Боже мой, поздравьте меня. Даже Рутуб, на котором пока нет обновлений, там свои бантики. Словом, те каналы, которые указаны. Ну и, как всегда, скажу, что желаю вам быть живыми, здоровыми, больше радоваться. Желаю это без исключения всем, даже тем лютым моим ненавистникам, которые наверняка меня смотрят, и тем, кто все-таки пишет отвратительно мерзостные комментарии. Я не стану вам желать ничего дурного. Радуйтесь, будьте живы, будьте здоровы. Пусть ваши близкие тоже будут живы и здоровы. Потому что на дурном хорошего не построишь. Не могу сказать до скорой встречи, понимаете почему, но до следующей встречи это точно. Я вам обещаю. Как всегда, искренне ваш автор и редактор этого канала Дмитрий Золотарев. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok